здравствуйте дорогие мои скорпиончики сегодня у нас гороскоп на 2024 год солнечные лунные асцендентные скорпионы садитесь поудобнее и слушайте информацию гадать мы будем сегодня на моей новой колоде таро года кола года и вспомогательной колодой на сегодня будет моя авторская колода таро темных откровений ну что ж дорогие мои друзья давайте начинать что же что же ждет моих дорогих любимых скорпиончиков 2024 году и так главные тенденции года главные тенденции туз кубков ну прекрасная карта начала просто позитивная потому что я тоже солнечный скорпиончик и конечно я всегда смотрю что же будет для скорпионов туз кубков это счастье это радость это полное удовлетворение от этого года то есть в конце года 24 вы получите все этой жизни это чаша полна всех благ для кого-то это новое знакомство и причем удачное разрешение да это это отношение на длительный срок им на любовь для кого-то это может быть встреча человека которого вы давно ждали какого-то мастера своей судьбы или же гуру на может быть вы найдете себе очень достойную работу и будете счастливы также это финансовая обеспеченность потому что вода а символизирует у нас деньги приток приход но это просто шикарнейшая карта которая выпадает у нас первая это здорово она делает задел начала на весь расклад посмотрим что же в головушке что же в головушке о чем будут думать скорпиончики мои любимые карта шут или дурак ну во-первых у кого есть дети будете думать первую очередь о детях да дети это наше все дети это наше будущее конечно очень много в голове забота детях также нулевой аркан это может быть зачатие кто-то будет думать о беременности или же о начале какого-то предприятия нулевой аркан это когда вы начинаете что-то с нуля но например переезд на новое место жительства новая работа новое знакомство открытие бизнеса может быть какие то новые проекты или новые подписания договоров но что-то новое войдет вашу жизнь об этом вы обдумываете это планы и проекты это очень хорошая карта это старший аркан это прекрасно на что можно встать и опереться что у вас в ногах ух две карты зацепились значит будем смотреть две карты и две карты просто шикарные одна карта император и другая карта сила и два старших аркана карта император это может быть знакомство с каким-то человеком могущественным состоятельным состоявшимся а может быть это ваша карта говорит о вашем повышении да на работе или же вообще в обществе в социуме карта силы это конечно любовь любовная это карта говорит о том что вы своей мощью внутренним стержнем зарядите всех окружающих вы сможете добиться всего чего вы хотите две карты две прекрасные карты на которые вы можете встать и опереться то есть вы можете довериться какому-то мужчине который может вам помочь вашей жизни или же может быть на свое состояние положение в общество и вторая карта это на свои силы внутренние силы мощь да и также эта карта любви то есть и вы можете опереться на свою любовь прекрасный расклад для скорпионов начинается посмотрим что уйдет из вашей жизни что идет из вашей жизни пятерка жеслов пустое топтание на месте вы знаете когда дела не сдвигаются с места когда вы топчетесь на месте вы вроде бы что-то хотите сделать да но она все стоит что-то пытаетесь да это активничайте но она все стоит пятерка жеслов это как перетягивание канатов вы в одну сторону кто-то вас тянет другую сторону вы в одну сторону а вас тянут другую да вы вперед как на эти басня лебедь рак и щука все в разные стороны вот вы хотите вперед да а вас кто-то рядом тянет назад да может быть вы избавитесь от каких-то ненужных отношений или от того что вас тянет назад может быть продадите старенькую машину как вариант да или там еще что то но то есть избавитесь от какого-то старе от ненужного от всего того что вас тянет назад и вот это топтание на месте она остается позади давайте посмотрим что будет впереди что придет в этот год карта справедливости шикарная карта могу сказать что любой суд любой любые спорные вопросы решаться в вашу сторону кстати хорошая карта кто работает правоохранительных органов у вас и дела будут очень хорошо разрешаться карта справедливости опять это старший аркан обратите внимание практически все карты выпадают старшего аркана значит год у вас будет значимый дорогие мои скорпиончики карта справедливости это решение всех вопросов вашу сторону вы будете правы весь год абсолютно узнаете как есть такое мое мнение правильное у всех остальных неправильное как бы это смешно не звучало но в данной ситуации это будет именно так посмотрим работа и учеба карта колесницы знаете работа может быть связана с какими-то поездками путешествиями передвижениями может быть вы найдете работу где-то в другом городе в другом месте куда нужно может быть вы переедете карта колесницы это может быть переезд карта еще говорит может быть работа связана с автомобилями например вы покупаете или продаете автомобиль или чините автомобили что-то с транспортным средством а может быть вам придется купить автомобиль для того чтобы на работать например куда-то ездить с договариваться что-то с автомобилем или же с путешествиями будет связана ваша работа с какими-то переездами ездами и поездками еще эта карта старший аркан и карта стабильности заметьте карта стабильности плюс еще эта карта двойственности вы видите два коня то есть в упряжке а это значит пара значит вы с кем-то будете в паре сотрудничать с кем-то будете работать но это еще может быть и знакомства по работе или на работе или может быть вместе с кем-то познакомитесь будете работать совместно паре я имею ввиду даже это как может и семейная пара быть потому что упряжки два коня это как раз таки объединение да это объединение двух людей карта прекрасная карта стабильная еще раз заметьте старший аркан превосходная посмотрим что с финансами рыцарь жезлов но скажу очень много будет у вас ярких моментов вы будете тратить деньги на что-то яркое какие-то может быть встречи с друзьями яркая одежда яркие какие-то может рестораны кафе вот куда то сюда вы можете тратить еще на атрибуты какие-то может быть ваша работа связана с каким-то праздником с фестивалем куда вот вы будете вкладывать деньги на какие-то вот яркости и приятности сейчас я еще достану карту на финансы карта дьявол много денег будет но просто очень много денег через дьявола будет следующем году у вас по огромное количество но по этой карте это может быть кстати через магию вы будете получать деньги но эта карта говорит о том что это будет чрезмерный доход поэтому вам нужно будет обязательно платить налоги и делиться с другими людьми обязательно заниматься благотворительностью чтобы покрыть негативную карму этой карте потому что карты дьявол это все-таки такая знаете когда вы сейчас много получаете а потом деньги могут сыграть против вас поэтому нужно на подстраховаться и заниматься вот куда то прям эти деньги благотворительность отдавать детям животным старикам помогать родителям своим то есть могут но денег будет очень много очень много в этом году может быть не совсем честным путем заработанные может быть вы уходите от налогов прячете но вот здесь вот по дьяволу что-то так будет посмотрим что со здоровьем туз мечей ну а туз мечи мечи это всегда вторжение в организм это может быть какая-то операция может быть этой пластическая хирургия потому что это триумф и победа да обычно показывают если какое-то вмешательство в организме то у врача показывают короля мечей а туз мечей то триумф победа это когда вы достигаете желаемого это когда вы специально идете на какое-то хирургическое вмешательство но как вариант пластическая хирургия, к донтисту, зубному врачу, когда вы специально идёте, чтобы починить зубки свои красивые, или ещё что-то поправить в своём образе, но это вмешательство. Это может быть ещё герудотерапия, пиявочки, допустим, вы захотите что-то сделать. Да, это вторжение в организм. Я ещё хочу посмотреть. Ещё одну карту здоровья достанем. Двойка пентаклей. Обратите внимание на глаза. Зрение. Может быть, стоит провериться у окулиста, потому что, может быть, возрастные изменения, может быть, вы очень много у компьютера проводите время, но обратите внимание на глаза. Вот эта карта-подсказка вам идёт. Давайте посмотрим отношения. Отношения. Карта «Мир». Ну, шикарная просто карта. Вы можете познакомиться, если хотите, путешествия по миру, то есть поездка, путешествия. Это может быть, знаете, как завершение какого-то этапа в ваших отношениях и хорошее продолжение. Ну, например, вы долго встречались, теперь вы решили съехаться. Или, допустим, живёте вместе. Это как обручальное кольцо делают вам предложение руки и сердца. Зарегистрированный брак. То есть это выход на новый уровень отношений, если у вас есть отношения. Но если нет, значит, вы обязательно познакомитесь. И это гармоничные отношения, это счастливые отношения, радостные. И, возможно, даже со своим любимым человеком вы поедете куда-то в путешествие, в поездку какую-то по миру. И, может быть, даже целый год будете ездить, путешествовать превосходно. Берём дополнительные карты и посмотрим, что ворвётся в вашу жизнь. Что ворвётся в вашу жизнь. Принц-чаш. Молодой человек ворвётся в вашу жизнь. Это может быть, как и в отношениях любимый человек. Это может быть, допустим, ваш сын возвращается с гастролей, с армии, с учёбы, с другого города. Друг приезжает, племянник или ещё кто-то. Ну, вот молодой человек, как курьер, да, несущий свет, несущий радость, несущий какие-то приятные новости в вашу жизнь. Что изменит вашу жизнь? Что может, во всяком случае, изменить вашу жизнь? Кто-то из прошлого вернётся в вашу жизнь и будет просить прощения. Возможно, вы когда-то расстались, и каждый из вас искал что-то новое на стороне, но ни он, ни вы не нашли. И сейчас этот человек объявляется в вашей жизни, просит прощения, но будете прощать его или нет, будете ли вы впускать его в свою жизнь, это вы уже будете принимать решение. Давайте дополнительно достану ещё карту на эту позицию. Ну, во-первых, карта императора. Человек весомый в обществе, человек либо какой-то начальник, либо, да, эгоист, это самый форменный эгоист. Карта императора любит себя, любимого, да, ну и всех остальных уже потом. Ещё одну карту достанем, посмотрим. Но это карта, ещё, знаете, карта эгоиста говорит о том, полюби себя. Полюби и в первую очередь подумай о себе. А потом уже думай, стоит ли быть с другим человеком. Так ли он всё красиво рассказывает, как на самом деле. Давайте ещё дополнительную на этот вариант. Всё будет по справедливости. Это карта успеха, это карта исполнения желаний. Скорее всего, вы договоритесь и будете счастливы с этим человеком. Так, посмотрим, что может вас напугать. Романтические отношения вас могут напугать. Ну, я думаю, что навряд ли скорпионов вы этим напугаешь. Навряд ли что-то вас вообще может напугать в этом году. Это романтика, это бабочки в голове, это восторженность, это такие приятные хлопоты, приятные новости, смс-очки от любимого человека. Рыбки – это и финансовое благополучие. Для кого-то рыба – это беременность, может быть, даже зачатие двойняшек. Что порадует вас? Деньги, кстати, рыба – это ещё и деньги, прибыль, денежки. Что может порадовать вас? Порадует вас работа. Десятка посохов – это тяжёлый труд на самом деле. Да, это очень тяжело, но вас будет радовать работа. Вот, например, как у меня, у меня, да, действительно сложная работа. Я работаю с утра до ночи, с ночи до утра. Но моя работа меня радует, и мне это приятно. Но всё-таки по этой карте, хочу сказать, обратите внимание на свою спину. Может быть, это или же остеохондроз, вы надорвались. Может быть, межпозвоночные грыжи, может быть, знаете, невралгия или ещё что-то. То есть, вот обратите внимание на свой позвоночник. Стоит массаж, душ-массаж, плавание, например, или ещё что-то. Обратите внимание, ещё сейчас я одну карту достану. Так ли хороша эта работа? Она тяжела на самом деле. Вот здесь что-то будут, какие-то обновления. Вам будет легче. Вы как будто бы вот этот тяжёлый крест скинете и пойдёте вперёд с новыми идеями. И это здорово. И сейчас мы с вами погадаем на три желания. Год длинный. И, конечно, у каждого из нас есть множество желаний. Подумайте сейчас о самых-самых главных желаниях, и мы посмотрим, исполнятся они или нет. Я вместе с вами тоже загадаю три желания. Мы посмотрим, исполнятся они или нет. Итак, первое желание исполнится или нет. Вы знаете, желание исполнится, но не так, как вы хотите. Возможно, чуть-чуть меньше. Ну, к примеру, вы хотите продать квартиру и поставили одну цену. Вы продадите её, но получите немного меньше того, что вы просили. Ну, как вариант, да? Или что ещё может быть? Ну, допустим, вы хотели познакомиться с красивым, богатым, состоятельным миллиардером, да? Но познакомились, допустим, с красивым, состоятельным, но не миллиардером, а миллионером. Ну, как вариант. Ну, вот что-то чуть-чуть, оно исполнится, но не совсем так. Не совсем в той полной мере, как вы бы хотели. Второе желание, второе желание, вторая мечта ваша исполнится или нет. Да, вторая мечта абсолютно исполнима. И здесь выходит король Пентакли, либо мужчина вам поможет в этом деле, либо это знакомство с мужчиной, либо это какой-то подарок. Или какой-то клиент богатый, который вас снабдит финансами для того, чтобы вы осуществили своё желание. В любом случае, желание исполнится. И посмотрим третье, третье желание. Исполнится или нет? О, да, это желание исполнится. И я прям загадала на это желание. И очень рада тому, что желание исполнится. Карта колесницы говорит о том, чтобы желание исполнилось. Во-первых, нужно, может быть, куда-то поехать, заработать, где-то приехать, в путешествии, в передвижении. Это желание может исполниться. Карта колесницы. Это, может быть, нужно купить или продать автомобиль. Или же починить свой автомобиль, как вариант. Может быть, человек приезжий, если вы загадали на мужчину, например, да, то этот человек будет приезжий или с автомобилем, или будет работать каким-то образом с автомобилем. Может, например, вы пойдёте на автодело сдавать на права, а он будет вашим техником, вашим наставником, вашим учителем. Да, то есть вот что-то через передвижение вы получите. Ещё, кстати, здесь вы видите звёзды. Это через интернет. Возможно, что-то вы получите через интернет. Ну, слушайте, расклад просто бомбический. Вот сколько я гадала уже перед вами. Этот самый-самый, я считаю, просто крутой. Так что пальчик вверх. Услово благодарю, дорогие мои скорпиончики. Пишите в комментариях свои желания, а под желаниями напишите. Да, будет так. И так и будет. С-В-В-С. А я люблю вас всех и желаю всем без исключения мира, добра и счастья. Всем пока-пока. С-В-В-С.